давай я успел съемка началась тут была такая царапина большая с чужой краской но мы не успели посмотреть какая она была вот остаток видно сейчас будем это все оттирать потом полетам остаток видно коллектив провод давно у нас одной видосов не было поздравляйся с коллективом на самом деле сегодня камрюха 50 50-ка уехала с ремонта перед этим шарили болт и вольт вольт мы рихтовали бочевой красили то есть две машины я две машины я видосы пропустил ничего интересного не было и мэрс тоже ничем не интересен вам но видос нам нужен ну а пусть будет просто знаете как по чесноку я всегда сидел на партнерке и последний год я платил партнерке 30 процентов сейчас я от партнерки и отказался и на лайф канале на основном канале и теперь соответственно я стал на 30 процентов зарабатывать больше логика такая в голове возникла теперь можно же на 30 процентов меньше снимать и остаться при тех же этих денег хватает значит значит начали снимать на 30 процентов меньше логично логично это неправильно наоборот на снимать больше больше денег заработать чтоб меньше физически работать mercedes вам знаком в том году в середине июня мы с игорем делали эту сторону рихтовали одну дверь красили рихтовали вторую дверь красили слои шпаклевки еще не отпали усадка еще не пошла а значит не совсем колхозном это и ремонт делаем теперь ситуация плохая произошла с другой стороной это не потому что кто-то ездить не умеет это потому что кто-то кого-то подрезал и человеку не уступили дорогу они не вступили чехословакии людей где-то где-то за границей да и дизел человек и в него прилетело в него въехали тип теперь повреждения сейчас это игорь отмоет и будем думать что делать рихтовать красить или пытаться спасти пдром если чего есть сережка подарочек порвать и приедет спасет ситуация с дверями или дверьми как вам удобно люди купили две двери в цвет автомобиля полностью сказали что как бы по всем кодами краскам должны совпасть в идеал сейчас будем менять смотреть эта дверь хорошая есть один тычок федерчик может сделать и другая дверь к хорошая есть тоже один где-то я там фоткал тычок есть два скола я сразу клиента просто все пофоткал вдруг потом знаете приедут и скажут да мы швом целые двери дали нет вот скол вот скол такой большой не вот скол вот скол еще есть ага сейчас я блик поймаю вот по моему ямка полностью еще не вытаскивали сами то есть двери теперь не красит двери меняем также ко всему вмятина на арке сейчас игре тоже ее отмоет определим подарочки или красим ты хочешь денег за покраску заработать тогда красим хоть чтобы побыстрее она уехала тогда подарим выбирай тоже да такая балка концах по двух концах ходит машина приехала учат денег не заработает я за работу спасибо ситуация по заднему бамперу тоже была большая но я не успел взять камеру в принципе отмылась красить ничего не вообще не вижу смысла его красить тут все класс здесь также возможности отмоется краснена будет есть ямка есть сережка пдрчик пробовать тебе предлагал предлагал игорю это слушай а ты отмыл а тут ни черта нету здесь здесь блик один есть а вот яма поломанная да все я увидел увидел свет плохой был вижу да поломанная 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 ребро есть и вот здесь есть подлом но краска не лопнула если сережка подарочек нам сделает это то офигенно будет теперь надо переставить две двери перед дверью во первых непонятно у нас что с порогом у нас еще есть удар в порог почему он идет такой дутый понимаешь что он не должен быть дутый он должен быть ровный в этом месте а вот он там дугой идет получится ли его выиграть фиг его знает рук вытягивать она порог порог принципе видите он ровный как ровно туда миллиметр какой-то зазор есть вот нету три миллиметра значит порог смотрите вот его прилегание пластика к кузову здесь как бы идет ровненько все идет ровненько 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 наша битая сторона просвет большой здесь эта штука не покажет этот внутренний кант он залез немножко вот этот видно да его надо выдернуть кащина сантим весь до хотелось бы без покраски но я фиг его знает получится ли без покраски здесь сделать вот какой вот это провал он там здесь на той стороне но миниатюрный миниатюрный то есть вот это место эпицентр удара надо выдернуть я на алиэкспресс заказал прикольные штуки для контов тянуловки клеем вот сюда бы идеально подошло если конечно она вытянулась но они еще не пришли но зато вчера пришли другие штуки с алиэкспресс которые нам тоже будут помогать две штуки но они нам не пойдут игорь потому что мы не сможем их сюда приклеить тут не будет места а там я заказала не такие же под углом только широкие так приклеить зажимом бред сюда суду вы короче сейчас подумаем посмотрим в общем заказал такие штуки это вообще они там продают знаете когда у тебя дверь ударенная типа клеишь когда провал клеишь а потом сюда гидравлику ставишь и растягиваешь только черное это снимаю или так тянешь стоят недорого иногда нужны вот сколько работаем вопрос были нужны поэтому заказал заказал есть ура надо начать или с порога или с дверей если мы эту дверь снимем то грех порог не сделать а надо сперва две двери желательно поменять на зазор и посмотреть хотя если они здесь и так есть да есть принципе озор и тут у кофе ленки пострадали внутрях тут пострадал как бы где-то тут такого вдавила продавила прикольно каркас не имеют и сам принципе целый в общем такая у нас работа довольно скучная довольно неинтересная поэтому фиг его знает такого плана работы я вами не снимаю в общем витал объявил конкурс честь годовщины компании 21 год был поэтому ссылка на их видос под видосом надо подписаться на их канал и написать я беру участь ты подписался на витал а я щас лайк канала подпишусь я подписался на виду ссылка под видосом все на подписывались я слайпа подписался я беру со своего аккаунта с основного аккаунта подписался сейчас еще придет воде куда даже срочно подписаться и сыркиного аккаунта тоже я разобрал одну дверь здесь идут специальные большие заклепки и знаете чего игорь не сказал что их надо подбирать потому что это необычные заклепки в нем нет в нем нет жилки перекупа вообще ноль потому что он никогда не занимался перекупами то есть смотрите логика человека здесь идут специальные усиленные заклепки его логика он их спи высверливают а потом при сборке едет покупает другие правильно он покупает другие то есть то есть что взять заклепку которая стоит копейки которая стоит пачка 10 гривен поставить назад карту и просверлить рядом отверстия на это фантазии у тебя не хватает нет зачем ставить заклепку если вы мне сверлить портитесь у меня уже все готово мне проще поехать купить на базаре я же говорил в нем нет этой перекупской жилки а как же же так а лишь по 20 гривен одна тут надо на 500 гривен а как же 500 гривен себе взять можно же 500 гривен взять в кармана купить пачку за 20 гривен 480 экономия затек это не правильно я сегодня кстати ему по секрету говорил что я с тобой портится начинаю так у нас под качественный так у нас под качественный не оригинал красивая человек на форде разбил зеркало это он это он его поклеил супер клеем купил по каталожному номер другую крышку игорь покрасил пошли собирать 1 не надо не такая она не такая прикиньте она что-то выше теперь игорь будет а это всегда донор дали далеко от темы не уходи у нас с тобой нету подзагала такого заклепочника давай еще за 2009 час заклепочки купим нет это стальные заклепки у которых сердечник ни черта себе короче будем думать что с этим делать а пока надо дальше разбирать не дверь крышка ford фиржин поломалась а их нет зеркало стоит от 5 и выше плюс 5 плюсом стоит зеркало такое поэтому игорь по я и так осушить и и по и зеркало дверь снял эту дверь поставил у нас здесь есть шикарная регулировка дверь пришла без петель поэтому пришлось откручивать но от кузова дверь с петель дверь снимать эту ставить двигается двигается как бы немножко подрегулировал что-то среднее но дверь сейчас разобранная без замка потому что замок у нас идет как бы и с картой я так понимаю наверное не снимается да потому что он впаянный плюс заклепка 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 поэтому это так вот она и ставится вам сам сейчас это поставим дверь к просядет может поменять потом подрегулируем но пока пока нормально вот зазорчик 1 зазорчик 2 принципе хорошо здесь тоже по рамке пока хорошо в передние у нас немножко торчит видать от удара как-то и вырву то пока не страшно этот зазор тоже в принципе нормальный но надо мне прижать чтобы он выровнялся пока такой большой но пока все ровно то есть дальше надо дверь собирать передние хотя бы сегодня заднюю нас убрать стекло стекло до стекло вклеена конечно по большому бы уму его бы переклеить я не пойму где ну там вклеена ну да по идее вклеена по большому уму наверное пиво переклеить как бы но мы клиентам верит дадим захотят переклеить мы пока не хотим да мы же не хотим клеить стекло не мы мы если чего не умеем так ладно надо это все запаковывать только единственный вопрос как сейчас поставить карту если заклепки надо ехать покупать и их нету ну хотя бы я не знаю как то сейчас попробуем мы на мы возьмем клипсы пластиковые пока прищелкнем клипсами обычными пластиковыми у меня вот наборчик соли экспресс есть а потом уже там или завтра или когда а вот такими подберем а потом уже купим на нормальные там алюминиевые кстати заклепки и нормально перепакуем кстати еще в двери надо взять пылесос все попылесосить а это пластик замка не пойму она вытягиваются или вытягиваются да нет по идее ладно она мне нафиг не нужно мы и так поставим стекло поставил планка вот эта черная на 1 откручивается это родная от машины потому что с донорской двери она там в коррозии этой планочки не было поставили поставил с родной двери молдинг ставлю с родной потому что потому как с донорской мне он чуть поцарапанный показался и тут есть облом тут сейчас будут карту одеть вот эту всю гамму забыл собрать и все готово я в частности вот заклепки отсверливал у меня все отверстия на двери остались круглые ну потому что руки не из жопы растут видите смотрите круглая 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 я нигде металл не зацепил полностью нигде не зацепил металл то есть они все остались круглые под заклепку правильные руки у кого руки и жопы растут сверлят вот так овал 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 это потому что овал и все овал 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 вообще овал это потому что если заклепка я имеет диаметре 6 миллиметров какого фига вы берете сверло до 6 миллиметров и сверлить и да возьмите вот на 9 на 10 и вот головочку высверлили за кнопкой отпала и теперь вот и вот видите как плохо как плохо плохо кто разбирал дверь руки жопа вас посту полностью перепаковал эту дверь только кроме карты карту сейчас не могу потому что надо купить заклепки сейчас просто клипса клипса которая толком не держится но тем не менее держится клипса клипса но это так на время завтра куплю перепакую но за трамбу заклипаем а потом уже карту оденем стеклоподъем не кстати тоже надо отпустить зажать здесь все готово пока симпотно пока все нравится по цвету их его знает это просто как бы мутнее но я думаю если повернется будет красиво просто машина игорь сама чуть-чуть черней молдинг игорь молдинг родной остался теперь я переднюю как бы снимал не разбирал я просто знаете заднюю ставил чтоб по высоте с передней было красиво это не знаю насколько она красиво передняя падает ну понятно она прибит прибитая на типа стремится вниз упасть а теперь сейчас переднюю перепакую какой зазор большой такой зазор там хороший это же mercedes тут положено быть большому зазор когда мы прошлый раз делали в прошлом году вот тогда сделали съемник звездочка это дабы разбирать задние двери потому что здесь есть пробочка и она засовывается примерно вот так вот это все у двери поэтому мы тогда сделали игорь даже покрасил какую-то алимой корею серой грунтовкой непонятный оконченный эпоксидный грунт вообще не презентабельно но тем не менее она пригодилась но щели игоря переучиваю переучиваю мы купили правильную краску кто помнит у меня в гараже весь инструмент голубым был голубым был покрашен поэтому эмаль ньютон голубая будем всю игру в голубой красть это он если в оранжевый что-то влюбился оранжевый 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 все буду голубое так теперь это за это потом 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 съемник пригодился до неудобно конечно им было у нее бархатка большая снаружи но все равно бета 1766 пригодилась все равно не руками дергать и не отвертками ковырять 1 приступаем к задней двери при свой к задней к передней а потом уже как бы может быть придет все равно еще подрегулировать потому как здесь сейчас вырисовывается такой огромный зазор эта сторона по зазорам нам сильно не показатель хотя тут тоже такой огромный они это mercedes кто-то не должны быть большие большой большой здесь еще больше в два раза ну и здесь довольно большой кто не в курсе чтоб разобрать дверь надо снять накладку внизу ручки карты внизу ручки на карте и там есть два винта 1 2 под звездочку и здесь также есть накладка и и снимаешь смотришь а у тебя нету двух болтов а где они кто-то разбирал эту дверь не поставил болты как так ну елки и палки нам плюс не надо откручивать два болта такое тоже бывает эта дверь хорошо закрывается все открывается зазоры и высоты вроде классно здесь стало отлично как и должно быть вы знаете эта дверь не хочет другая новая она тоже целую все нормально поставил на петлях надо замок ставить что без замка все это неправильно а замок у нас тоже находится как бы на вот этой карте то есть надо туда будет сразу стекло ставить все обшивки ну да он может он не пропаянный может он там выщелкаются может быть но нам не надо быть одно все вместе поставить макуре там наверно выщелкаются я не не делал такой мерседес я не знаю хочу плохо становится потому что здесь зазор вырисовываются очень красивый там как бы тоже все вырисовываются красиво но знаете там все тут чуть битая мы как бы пока внимание на низ не обращает нам важно вот здесь зазор вот это важно кантик чтоб сопал и чтоб вот здесь тоже как бы зазор был высота все классно во первых резинка здесь ух как ужимается вот почему-то здесь так бешено жмется резинка но узнаете что должна немножко она очень сильно не знаю почему пока еще или дверь надо ниже опустить дака не надо она это на по высоте супер я наоборот поднимал ее в никаких позициях сможешь не дано идеально из дверь ниже нет зазор сюда дверь подать туда чтобы зазор увеличился когда-то идет тоже нет потому что озор классный классный непонятно что пока с этим делать и непонятно еще одно сейчас еще с этим молдинг поменяю потому что это с донорский с донорской двери но он прибитый здесь возможно уронили когда снимали или я не знаю ну его погнули это неважно мы сильно уменяем но смысл не в том смысл в том что если замка еще нету если сделать вот здесь за подлецо рамки вот здесь вот я давлю пальчиком до чтоб не на рамку вот за подлецо рамки тогда у меня дверь ни черта еще не прилегает здесь а если я делаю чтобы здесь за подлецо стала вот так тогда у меня ни черта себе передняя рамка начинает проваливаться туда будто эта рамка с дверью относительно плоскости задней вот это ничего не дружит То есть если делаю рамку за подлецо Дверь торчит, если за подлецо, то рамка западает Ерунда, да? Сейчас мы разберем Переменяем родную рамку, поставим Может там что-то, может там кантик прибитый Все-таки она ронялась Ну то есть пока надо ее угнать Ну так пока ничего так Ну почти Передняя дверь торчит Туда нельзя Сюда нельзя Сейчас сделаем Вот казалось бы приехала машина У которой в принципе две филенки Помятые, но двери открывали Что передней, что задней хорошо И довольно они в зазорах были хорошо Что здесь, что здесь, что здесь А эти двери сняты из другой машины Прошло фиг за сколько времени Чтоб я их вогнал Задняя стала как бы без особых проблем Химии никакой не было, ничего не было А передняя была некая химия Во-первых пришлось Очень сдвигать накладку вперед И аж до предела зажимать И то я бы еще раз сверлил Потому что накладка имеет Если прикрути ее там как бы примерно в центре была Тут зазор хороший А тут накладки нету То есть зазора в накладке нету А здесь зазор хороший Как будто знаете Или одна рамка подогнулась Или вторая Нет, они сняты с двери Чтобы сделать там зазор При этом сильно этот не потерять Надо было или эту дверь опустить Нельзя кант Или эту опустить Нельзя кант Крылок хотел подвинуть куда-то Да фиг я там найду Диану крутится и не в чудо даже лезть В итоге Рамку сдвинул Дальше Пришлось снимать резинку Сдвигать ее чуть-чуть вперед Потому что она почему-то здесь Стала торчать из-за рамки И сейчас между резинками есть зазор То раньше не было Между рамками зазор вроде хороший И там еще видео про ренегат Про ренегат Я говорю что Прикольная конструкция дверей В том что вот у меня здесь сильно жало Резинка Ну вот сильно она жмет Сейчас она не жмет Так и зазор у нас ни черта себе хороший Ну то есть такой знаете большой хороший зазор Куда его еще был Куда его двигать Чтобы здесь резинка послабы Пришлось снимать еще здесь резинку Брать молоток А сейчас не сниму я ее Уже И отбивать кант Ну там кантик Отбортовка На нее так Отбортовка На нее набивается туда резинка Пришлось отбивать кант Аж где-то от этого момента Аж до этого Потому что я фиг его знает Почему в этом месте Резинка офигенно жмет Как-то трудновато Они мне дались Трудновато далась эта дверь Ну так то все нормально Да нормально Тут какой-то косяк такой интересный Игорь По этому конту идеально А молдинг Ни к селу Ни к городу И здесь ровно Смотри А здесь А поравнять Не, не крыло Поравнять Здесь молдинг Криво вклеенный А здесь у нас заподлицо Идет На другой машине Клеится А не одинаковый А тут молдинг Он вклеен Он вклеен Выше канта Вот видно Выше канта Выше канта А здесь он вклеен в кант Слушай А как мы с тобой вклеили Я понимаю Что мы лучше вклеили Чем завод Но мы вклеили Строго в кант Слушай На дверях На донорских Почему-то он вышел вклеенный Вот в кант А это мы клеили Блин Тут тоже не показатель Но у нас ровно Показатель Вы клеили там не полностью Все Вы клеили На чем-то не было Подожди Здесь ровно Здесь ровно Вот тут мы не клеили Мы клеили только по дверям Я понимаю Но Мы сделали с тобой вкант Вклеили А на этих дверях Он вклеен не вкант Вот где кант Он здесь выше на 8 миллиметров Вклеен Подожди У нас есть двери с тобой Мы сможем тут посмотреть А тут он вклеен вкант То не рад То не это Они неправильно вклеены На донорских дверях Вот вклеен Вкантик идет А здесь выше в чем кант Гораздо Соответственно То передний вообще не показатель Так не ругайся Мы в эфире Конечно не хотела Уже дырки нету Смотрите какой интересный парадокс Эта дверь целая Ну кроме Там внизу Ну это же элемент целый Ну как бы эта часть На ней стояла резинка классно Из зеркала И молдинги Все классно Это зеркало На эту дверь Без кувалды И без молотка Не захотел остановиться Я не могу объяснить почему Это целая дверь Но когда ты закручиваешь Зеркало Вот три болта У тебя почему-то Этот закрутился легко А корпус зеркала До двери Еще зазор 3 мм И когда ты их вкручиваешь У тебя почему-то Зеркало Начинает выкручиваться И вот этот пластик Вот он должен быть Как бы по конту Двери идти Он вот сейчас Красиво А когда ты закручиваешь Те два болта У тебя этот пластик Почему-то Оттопыривается И уголок острый Торчит относительно двери Ну вот почему так Ну это же целая дверь Идеальная Просто разобрали Аккуратно дверь Почему это зеркало Не становится на эту дверь В итоге пришлось Брать кувалду Молоток И Вот эти отверстия 2 Прогибать Кувалду оттуда держал А тут молотком Вбил Эту сюда Эту сюда А эту немножко сюда Ну то есть Эти два отверстия Подал до миллиметра 3 Наружу Это немножко убил И только тогда Осталось зеркало Вот какого Тихо знает Не могу объяснить Ну тоже Как-то так долго Это зеркало Для мозги Ну Не становилось Хоть убеева Нет Это не из того Что я там Подравнивал Эту отбортовку Нет Отбортовка Ни при чем На резинку Так оно и есть Да Че он так криво Как-то тут Некрасиво Стоит Завернулось Что ли Потому что Не было рамки Вот почему Здесь как бы Казалось криво Так рамка Резинку Немножко Прижимает К этой Бархотки Все Теперь красиво Ты его знает Почему я так долго Таким зеркало Игрался Но Не важно Важно Чтоб победили Заклепки Надо посчитать Завтра купить Был видос На лайк канале По-моему Я там показывал Китаец Тестер С Алиэкспресс Принес И я еще Славику На СТО Подарил Где Вадик Работает Потому что Вадик Наш с Игорем Тестер Все время Тут отягает Я подарил Я к чему Я к тому Что Вот надо Заклепки Я у Игоря Нашел Шестимиллиметровый И вы хотели Одну жахнуть Для пробы У него тут много Но это как бы Его Не будем жахать Ну как бы Я завтра куплю Но хотел одну Для пробы Попробовать И говорю Давай попробуем Да води пистолет Вадик Забрал На СТО Славику Поэтому Надо У Витола Попросить Витол Пришите мне Пистолет Нормальный Только нормальный Людской Под такие А то У нас Вадик С Игорем Все Тырит Славику На СТО И вообще Восемь часов Уже шабашит На улице Темно Темно Глубу И следующее утро Заклевки 6 мм Пистолет Обычный Единственная Насадка Одна Рассверлена Дабы Легко Вставлялись Давайте Попробуем Где-то Сжахнуть Блин Они там Так Немножко Некие Отверстия Рассверлили У нас Отверстие 7 мм Заклевка 6 мм Я не знаю Будет ли Держать Не будет Ли держать Но надо Чтоб Держало Уже Начало Держать Ну я имею ввиду Не выпадает Расширилась Во Ее Зажало Капитально Это Это Как-то Так Штырек Болтается Но Заклепка Зажата Офигенно Но Это же Неправильно Его же Обломать Полжно Правильно Правильно Есть Это будет сложно Потому что Этот пистолет Он как бы Немножко Не рассчитан Для такого Диаметра И даже Штырек Что-то Я смотрю Сильно Выпадать Прям Не хочет Оттуда Это будет Немножко Трудно Трудно Штырек Извлекать Будет В принципе Она клепает Хорошо Все Ее начало Зажимать Даже Несмотря Там Что Отверстие Полуовальное Все равно Выжимает Сейчас Надо Эту Проблему Решить Как Правильно Вытягивать Штырь Потому что Он в Клин Вошел Пистолет Уникальный Я такого Никогда Не видел Смотрите Боковой Пистолет Все Класс Но Если Эту Голову Во-первых Если Штырь Поменять На Направление Штыря То Этот Пистолет Резко Становится Торцевой Прикиньте Можно Так Я Никогда Не видел Чтоб Оно Переставлялось Прикольно Так Теперь Вопрос Как Мне Удобнее Будет Так А штырь Мы Так И Не Извлекли Оттуда 19 Заклепок Наобклепать Это Будет Трудно Потому Что Потому Что Во-первых Очень трудно Давить Нагрузка Это Понятно Да Он Как бы Не Рассчитан Под Эти Заклепки Да Елки Палки А во-вторых Извлекать Стержень Это С него Очень Трудно Это Его Надо Весь Разбирать Потому Что Стержень Не Извлекается Поэтому Ты Всегда Откручиваешь Отдельно Вытягиваешь Опять Собираешь Так Заклепки Такие Все Класс Держит Офигенно Всего Всего Надо 19 Штуку Клепать Ну Уже Три Я Всегда Вам Говорил Надо Сделать 100 Штук Тогда Будет Очень Легко Там 100 Машин 100 Рам Пластиковые Заклепки Вытягиваем 100 Чего Тогда Будет Легко И Вы Знаете Я Уже Почти Все Двери Зафигачил И На Сам Деле Все Элементарно Иногда Даже С двух Щелчков Получается Оборвать Есть Еще Раз Есть Есть Еще Раз И Еще И Эта Дверь Готова И Научился Также Заклепку Заправлять Не Разбирая Пистолет Одна Карта Собрана Твое Лицо Когда Ты Собрал Карту А Потом Вспомнил Что Ты Забыл Стеклоподъемник Зажать Благо Заклепки Не Надо Высверливать Разбираем Карту Благо Тут Всего Лишь Два Болта Забыл Зажать Идеально Дверь Дверь Собрал Я Когда Разбирал Не Было Два Болта Поставил Раз Поставил Два Не Знаю Может Разбирали Где-то Они В салоне Но Лазить Не Буду Искать Не Буду Своих Два Поставили Пойдет Собрал Карту Начал Закрывать Двери Фига А они Так Плохо Закрываются Отвратительно Потому Что Я Вчера При Регулировке Немножко Ригель Задвинул А Карта Давит В резинку Расстояние Уменьшилось И По Зазорам Как Было Хорошо Но С Картами Совершенно Все Стало Плохо Эта Дверь Плохо Не Стало А Это Было Плохо Теперь Она Закрывается Открывается Легко Но Пришлось Регелек Выдвинуть Типа На Старое Место Потому Что Вчера Показывал Что Все Плохо И Выдвинуть На Петлях Заднюю Дверь На Зазоры Особо Это Не Сказалось Был Большой Ровный Такой Остался С Другой Стороны Парамфорт Уже Не Сказалось То С Дверьми Мы Покончили И Класс Единственное Акруло Там Еще Снизу Попробовать Регульнуть Как-то Оно Там Не Нравится Как Стоит Далее Порог Надо Как-то Сделать Порог Порог Имеет Продавленность Сейчас Я попробую Вам Показать Да Оно Видно Особенно Вот По Этой Плоскости Вот Это Все Туда Ныряет Если Взять Что-то Ровное На Другую Сторону К примеру То Зазор У меня Должен Быть Миллиметра Два До Трех Здесь Почти Сантиметр Видно Вот Оранжевый Стапель Ну Здесь Почти Нормально То есть Вот Этот Эпицентр Удара Вот Как раз Где Фонарик И Надо Его Аккуратно Вытащить Есть Два Варианта Первый Самый Простой Берем Петельки Навариваем Сюда Вытягиваем Все Готово Игорь Красит Проем Все Рады Мне Показалось Что Вот Здесь Нет Это Просто Отблескает Кант Этот Все Рады Но Тут Знаете Какой Момент А Хочется Сделать Нормально Дабы Игорь Не Красил Хоть Он Да Без Работы Будут Ну Как Б Знаете Если Есть Возможность Спасти Без Покраски Надо Попробовать Я Не Знаю Конечно Как У нас Порог Вот 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 Где Накладка Упирается То есть Вот этот Кант Портить Нельзя Не Знаю Как Это Будет Происходить Не Знаю Должно Быть Типа Вертикально Да Вот Типа Вертикально Должна Быть Здесь Она У нас Вот Как То Аж Заваленная А Должно Быть Вот Так Вот Вот Так Вот Как Раз Вот Этот Кант Если Он Выйдет Все То Будет Ровно Игорь Еще Дал Задание Что Как Бо Я Не Делал Сейчас Клиентов Договаривались Что Красить Просто Если Есть Возможность Без Покраски То Как Нам Плюс Будет Нет Украсим Все Стандартно Как Договаривались Игорь Дал Задание Как Бо Я Не Тянул Нельзя Вот Сюда Нельзя Выше Этого Внутреннего Канта Сюда Лезть Хотя Здесь Немножко Нет А Здесь Особо И Не Надуто Потому Что Не Хочется Наклеивать Так Бы В Кантик Или В Этот Зазор Сделали Отполировали Полочку Было Идеально Идеально Афихи Знает Как Это Все Будет Вот Очень Хочется Взять Попробовать Клеевой Афихи Знает А вдруг Тут Нету Нагрузки Хотя В чем Я Сомневаюсь Чтобы Вытянуть Я Показывал Вот Эти Что Пришли По Моему В Этому Видос Не Помню Люди Видос Вчера Снимался Утром Я Говорил Нет Там Еще Должны Прийти Другие Такие Нечто Подобные Штуки Для Вытяжки Контов Именно Там Она Вот Как Раз Бы Вклеилась Сюда Захватила Бывер Верхнюю Плоскость И Боковую Они Не Пришли Может Сегодня Может Завтра Но Время Ждать Не Будет Поэтому Давайте Внаглую Возьмем Эту Штуку Приклеить Боковым Зажимом Схватить Но Нельзя Поломаем Клеим Пробуем А там Как Получится Приклеил Почти Остыло Игорь Там Накладку Делает Попаял Там Готовишь Смотрите Как Идет Прикольно Только Камеру Некуда Поставить Поэтому Извиняйте Пока Отсюда Глядим Почти 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 С первой попытки Только Надо Перетянуть А стучать Не На самом деле Еще дофига Тянуть Но Уже Гораздо Меньше Что-то Этот Пенек Крутит Еще раз Потяну Я По-моему Показывал Один раз Еще Один раз Сделала Она Полностью Остыла Если Уровень Положить Что-то Ровное Я Использую Уровень Так Где-то Здесь Он Есть Задача Вот Извиняюсь То У нас Должно Быть Ровное Ну Может На Миллиметра Там Два Три Зазор Должен Быть Зач Так Клеевой Я могу Перетянуть На Миллиметра Три Что Будет Бугораш Но Тут Есть Проблема Тут Стучать Негде Как Вы Знаете Все Обильно Бы Простучать Но Я Боюсь Поделать Вмятин Поэтому Беру Такую Штуку Ложу К примеру Я Аккуратнее Так Сильно Не Настучишь Дабы Крас Не Попортить Получается Сделать Бугорок На Миллиметра Три Аж Бегом Но Еще Вот Если Я Блин Еще Миллиметр 5 Зазор Есть О У нас Эпицентр Поменялся У нас Вот Здесь Был Эпицентр Теперь Он У нас Самая Глубокая Продавленность Теперь Он У нас Примерно Где Буква С Где Пробел Теперь Вот Сюда Надо Наклеить Еще Раз Попробовать Но Уже Что То Хорошо Почти Вот Это Приклеил Блин Я Сейчас Ее Вытирал Офигенно Аж Вот Этот Разогнулся Ну Уже Хватит Я Сейчас Простучал Лопаткой Так Железным Аккуратно Так Я Смотрю Что Вот Эта Плоскость Дал К примеру Должна Быть Вот Перпикулярно Стапелю Она Заваленная А Сейчас Оторвет Переборщил По моему По моему По моему Блин Получилось Идеально Только Я Болю Что Убежу Я Примерно Понял Как Надо Мы Всегда С тобой Делали Неправильно Да Иди Посмотри Смотри Подержи Камеру Покажи Людям Как Мне Кажется Вы Тобу Уже Сделали Да Давай Еще Будешь Просаживать Да Зачем Не Знаю Просто Короче Тянуть Это Все Ерунда Надо Неправильно Неправильно Мне Кажется Еще Яма Я Когда Должен Тут Положить У меня Миллиметра До Трех Должно Быть И так Положить Тоже Миллиметра До Трех Он Идет Дут Дут И Внутрь 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 Дутый У нас Сейчас Длин Миллиметра Три Ладно В любом Вариате И здесь Надо Отлепить Еще Вот Здесь Дурно Да Да Я Самых Дешевых Можно Бухнуть Клей Обычный Со Строительного Мы Марку Не Знаем А теперь Ее Отлепи Так Подожди Не Спеши Пускай Она Постоит Напшикай Все Отлепил Теперь Вот Здесь Должно Быть Когда Отложишь Миллиметра Три Вот Здесь Уже Меньше Вот Здесь Больше Вот Да Тут Я Хотел С Вот На С Еще Не Дергал Вот Видно Провал Да Видно Вот Где-то Вот Здесь Надо Дергнуть Давай Сейчас Вот Здесь Вот Как бы Вплотную Он Заходит Как бы Под Тот Как Отлично Смотрите И Деталь Но Его Надо Вперед Чуть Мы Тут Не Попали В Ту Я Он Сзади Не Защел Все Все Не Ну Там Его Просто Дверь Прикрыть И Увидишь Все То есть Стал Относительно Канта Идеально Я думал Он Будут Кривиться Нет Я Знаю Отлично Кантик Кантик По двери Зазор Все Вот Где Ноготь Идет Кантик Я Боялся Да Остал Вот Кантик Дверь Здесь Упорка Кантик Я Боялся Чтоб Он У нас На Защелках Туда Не Утянулся Потому Что Вот Сейчас Кантик То Есть Не Ныряет Не Ныряет Все Отлично А Здесь У нас Не Защелся Слушай Ну Все Я Я Рад Я Рад Что Так Получилось А Как Здесь Тоже Вот Кантик С под Крыла Вот Кантик Чуть Чуть Торчит Относительно Порога Здесь Он Чуть Чуть Кстати Как Здесь Он Пошел В Идеал В Идеал Здесь Немножко Торчит А Ну Тож Сторона Битая Чем Мы По ней Ориентируемся Все Я Рад Довольно Хорошо Получилось На Станклипсе Некие Поломанные Были Три Штуки Я Все Класс Мне нравится И Клиентам Не надо Покупать Порог Потому что Они Спрашивали Все Таки Меняем Или Попробуем Спасти Мы Спасли Ситуация У нас Немножко По машине Она Такая Знаете Непонятно Немного И вообще Сейчас Запутанная Сейчас Я Объясню С клиентом Наговаривались Красить 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 Это Я Делал Не Для Того Чтоб Не Красить Я Пытался Как Без Споттера Поработать А вдруг Получится Все Класс Сейчас Оно Все Прилегает Все Отлично К этой Полке Вопросов Нету Есть Много Вопросов К этой Полке К боковой Здесь Вот Сиська Здесь Сиська И вообще Если на Лампу Посмотреть То Вот Эта Полочка Она Бликует То Ее Надо Под Руч Куда Работать Дабы Взять Например Вбить Карандашом Вбить И все Если Не Вбить Сейчас Возьму Молоток Бьем Красим Мы Пытаемся Сэкономить Клиенту Покраску Чтобы Все Было В родной Поэтому Лучше ПД Дальше Тут Тоже Есть Ямка Как БПД Там Тоже Я Показываю СПД ПД Сказал Я Не Могу Не На Смотреть И Вообще Я Не Могу И Вообще Не Знаю Усилить Или Вообще Сережка Скал Крыло Алюминиевое Но Он Так Алюминиевое Вообще Тут Все Сложное И Вообще Непонятно Поэтому Я Не Буду Ничего Делать Про Заднюю Тоже Сказал Не Знаю Надо Пробовать А может Получится А может Не Получится Вообще Все Тоже Запутано Поэтому Мы Как Б Решили Все Красим То И То А Теперь Мы Думаем Может Не Красить А Может Все Таки Поехать До ПДР Пусть Клиент Сам Под Ей Подъедет Уберет А Если Не Уберет Короче Мы Пытаемся Клиенту Спасти Деньги Зачем Мы Пытаемся Ему Чтоб Он На Ремонте Сэкономил Плюс Ко Всему У Него Было Некрашенные Два Крыла И Порог И Поэтому Из Этого Мы Геморроя Короче Наживаем Вот Мы Не Знаем Просто Что Делать А Клиента Нету Клиент Уехал И Вот Такая Ситуация Что Подальщик Не Хочет Сюда Ехать Это Пробовать Равнять А Вно Ему Не Интересно В итоге Мы Сидим Как Бабка Разбитого Корыта И Не Знаем Брать Рифтовать Сейчас Красить Брать Подрихтовать Там Клеевой Мелкие Ямки Зазоры Классные Та Ты Не 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 Хочешь Нет Сейчас Подальщику Хуже Сделаем Вдруг Катуре Тут Подъедет Подальщик Пробежится В эту Полочку Немножко Подобьет И будут Классы И Некрашенную Человек Проем Короче Непонятно Что Ситуация И Вообще Теперь Не Понимаю Что Нам Делать То Мы Рифтуем То Не Рифтуем В общем Мы Решили Мы Небудь Мы Не Будем Людей Нагревать На Деньги Потому Что Это Знакомый Хотя Можно Закрыло Заплатите За Покраску Порога Заплатите Внутреннего Не На Ручке Внутреннего За Арку Заплатите Как И Говорили Вообще Не Ищут Телебаппер Красить Потому Что Здесь Было Типа Подерта Но И Все Полировал Мы Не Будем Нагревать Клиента Мы Красим Только Один Порог Пластиковый Все Устанавливаем И Человек Ей Дальше Кататься До ПДР Выровняют На Двери Есть Ям Тоже Ям Одна Вторая Третья Двери Выровняют Двери Не Знают Нет Подровняют Это ПДР Подровняет И Все И Люди Сэкономили На Валяр Кучи Денек Если ПДР Не Сможет Подровнять И Лет Потому Что Они Знакомые Хорошие Люди По Честному Да Хотя Том Мог Дедик Сейчас Куча Заработать На Этем Все Но Мы Честные Честные Нам 5 Прямо Лайв Поставьте Если Мы Честные Коллектив Всем Удач Всем Пока Дальше Я Не Вижу Смысла Что Снимать Завтра Игорь Доготовит И Покрасит Порог Мы Его Поставим И Все Она Приедет На Покраску Крылат Или Пдр Что Не Получится И На Арку Тогда Я Вам Покажу Когда У Нас Будут Проболжение Работу Выполнили Двери Клиенту Отдадим Молдинге Все Лишние Мы Положили Пока Мы Не Знаем Двери Будут Забирать Бывает Клиент Говорит Положите Назад Вы Говорит Да Вы Перебрал Выставил Порог Надо было Споттером Вытянуть Покрасил В принципе Клеевой Вытянули Есть Небольшие Сиськи Но Это Мы Не Трогаем Как Я Объяснял Это Попробует Пдр Нет Приедет К Игорь Украсятся Счастья Здоровья И Всего Самого Хорошего Продолжение следует